Привет, красотка! Я, честно, не думала, что когда-нибудь буду снимать подобное видео, но я решилась-таки на перманентный макияж бровей. И сегодняшнее видео – это такой рассказ об этой процедуре, о моем опыте и ответы на ваши вопросы, которые вы задавали мне в Инстаграме. Как оказалось, это очень такая волнующая тема многих. Я даже не знаю, чего в этой теме больше – желание сделать такую процедуру или страха перед тем, что получится что-то не так. В общем, сегодня я раскрою эту тему максимально. Поехали! И, наверное, самый первый вопрос – что это вообще такое? Я сегодня буду говорить в контексте моей процедуры. Моя техника называется «пудровое напыление бровей». Это одна из самых современных сейчас техник перманентного макияжа. Вообще, что означает перманент? Это, так скажем, на длительное время. И каким образом будет сделан этот перманентный макияж уже зависит от вашего желания. Я выбрала именно эту технику, потому что она одна из самых мягких, самых естественных. Кому же подходит пудровое напыление, кто его делает? Процедура подходит тем, кто хочет немножечко скорректировать форму, у кого достаточно волосков и нужно заполнить лишь небольшие пустоты. Это как раз мой случай, потому что волосков у меня достаточно, но в уголках у меня есть такие зоны, где бровь решила не расти. Благодаря этой процедуре создается такая небольшая тень в этом месте. Как проходит эта процедура? В начале, это, наверное, самая важная часть, мастер отрисовывает вам брови специальным карандашом, который определяет границу, который показывает, как и где будет нанесен пигмент. И в этот момент очень важно быть в контакте с мастером. Не просто ему такой довериться, да, сделай, пожалуйста, что ты хочешь. А отследить этот момент, выровнять, если что, необходимо. Потому что мастер понимает, где должна анатомически заканчиваться бровь, где должна начинаться, где должен быть самый верхний ее край. Но может быть же такое, что вам по вашей анатомии это не очень нравится. Ну, допустим, вы хотите более прямые брови или более круглые. И вы этот момент отслеживаете. Потому что, когда произойдет второй этап, это уже заполнение пигментом, будет уже поздно. Так вот, второй этап. Между волосками мастер вводит точечно пигмент, как бы постоянно его растушевывая. Как будто вы наносите карандаш и тут же его растушевываете. Следующий вопрос. Форму выбирает мастер? Я уже упомянула, да, что это то же самое, что вы придете в магазин, хотите купить кровать, а ее выбирает продавец. Конечно, нет. В этот момент, девочки, нужно быть уверены в том, что вы хотите. В том, чтобы сказать, нет, мне это не нравится, нет, мне это не подходит. Или да, это хорошо. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что еще года три назад, придя на процедуру просто окрашивания бровей, там, хной или краской мне окрашивали. Я немного стеснялась вообще говорить о том, что мне надо. Я думала, ну вот доктор, не доктор, господи, мастер, он лучше знает. И не надо вмешиваться вообще сюда. А потом, самое главное, когда мне что-то не нравилось, я говорила, он сделал неправильно. Или там, как она могла не увидеть мою форму бровей? Ну, потому что есть личное восприятие, да, того, что тебе нравится, того, что ты привык выявить в зеркале. А есть видение мастера, и ваши взгляды могут отличаться. А следующий вопрос, долго ли длится сама процедура? Примерно два с половиной часа. То есть плюс-минус вы можете нарисовать форму минут за 15, мы рисовали ее, наверное, минут 30, потому что были корректировки. И потом часа два-полтора было заполнение специальной такой ручкой моих бровей. Самый распространенный вопрос, люди боятся боли. И это нормально, вполне я вас понимаю. Больно ли было? У каждого свой болевой порог, но меня вообще удивил этот вопрос, что мы можем поставить анестезию. Мне было абсолютно комфортно всю процедуру. По ощущениям, чтобы вам стало понятно, вот представьте руку, да, и вы ногтем немножко себе вот так вот царапаете. Нажимаю хорошо, но в принципе терпимо. То есть я не ковыряю вот так в кровь все. Нет, просто ковыряю, но в одном как будто месте, потому что это же все в одной локации происходит. Где-то через час процедура уже была более чувствительна, чем в начале, но не критична. Не настолько, чтобы я сказала, нет, поставьте мне анестезию. Я вообще всю процедуру разговаривала с мастером. Кто-то у нее засыпает на процедуре. Я прекрасно понимаю, потому что ты лежишь, что-то монотонно происходит. Если ты еще плохо спал прошлую ночь, спокойно можно вырубиться. Еще знаете, тут такой момент. Я же очень много за свою жизнь отходила к стоматологу, перенесла, типа, роды, знаете. Ну, то есть вот эти все моменты, они тебя закаляют морально. Я представляю, что, скорее всего, вот эти девушки, которым больно, может быть, им не столько даже больно физически, сколько вот это вот ощущение, что ты сейчас лежишь, в тебя что-то там вот вкалывают как будто бы. И это все еще больше добавляет стресса, может быть, из-за этого становится более чувствительно. Зачем все это? Хороший вопрос. Не тратить время на оформление бровей каждый день элементарно. Краска, которую мы делали мне раз в две недели, а чаще нельзя окрашивать брови, у меня держалась дней пять. Потом я все равно должна была докрашивать карандашом, опять же, свои вот эти вот уголочки, добавлять цвета гелем. И не подумайте, что я не люблю краситься, мне очень нравится процесс нанесения макияжа, но это две разные вещи. Когда это прям, знаете, такой творческий процесс, ты знаешь, что на 20 минут ты включаешь там свою любимую музыку, раскладываешь кисточки и вот погружаешься в этот процесс. Либо тот день, когда тебе нужно встать и за пять минут, например, собраться и уже быть в строю, так скажем. И вот для таких случаев, особенно мамочки, наверное, меня сейчас поймут, особенно первого года жизни ребенка, насколько было бы проще моя жизнь, если бы у меня первый год жизни Евы был бы перманентный макияж бровей. Потому что даже эти считанные семь минут на прокрашивание бровей, ну не всегда они есть, не всегда. Кстати, забыла сказать вам про воду, но я думаю, что у вас уже рефлекс. Видите мое видео, наливайте стаканчик воды, а то и два. Конечно, здесь бы эстетичнее смотрелся стакан с водой, но я как всегда просто ничего не меняется. Не боялась ли, что пигмент будет слишком заметным? Я в самом начале мастеру сказала об этом, что мне лучше не до, чем перья. Понимаете, да? Потому что я думаю, все мы с вами видели эти прекрасные примеры неудачных работ перманентного макияжа, когда цвет вообще, например, не соответствует цвету волос на голове, когда начало бровей смотрится совершенно неестественно, потому что оно слишком темное. Поэтому, конечно, подошла очень осторожно к мастеру. Десять тысяч раз я подумала об этом. Мастер, это вот критично важно. Это как в вопросе с зубами выбрать стоматолога, это уже полдела, если не больше. Также и здесь, если мастер понимает, да, вы должны посмотреть его работы, сравнить до-после, показать ваши там фотографии, как вам нравится, как смотрятся ваши брови, то я думаю, все будет хорошо. Не боишься? Второй вопрос подряд начинается с не боишься ли. Не боишься ли, что пигмент станет не того цвета со временем и придется выводить? Со временем пигмент должен просто становиться светлее. Если это хороший пигмент, мастер сделал все грамотно. Более того, спустя некоторое время можно сделать коррекцию бровей. Это когда вы понимаете, что пигмент уже светловат для вас, вам хочется все-таки поярче, и вы делаете коррекцию. Но ее нельзя делать сразу же, там, например, через две недели. Смотрите, как высчитывается. Ваш возраст, например, мне 23 плюс 10 дней, это 33 дня. Это примерно срок регенерации клеток, и примерно через месяц и три дня я могу сделать коррекцию. Не раньше, но позже могу. То есть я могу сделать через полгода, например, когда чуть-чуть уже пигмент станет светлее, а я захочу, чтобы он держался еще дольше. Плавно переходя к вопросу, как же долго держится эффект от этой процедуры? И это то, что мне понравилось больше всего, на самом деле, что держится эффект полтора-два года. То есть в сравнении с татуажем, которым, наверное, все мы слышали, который не выводится вообще никогда, то есть татуаж, это, по сути, татуировка. Его можно только выводить, там, по-моему, лазером, каким-то еще путем. Я не углублялась. Здесь же через полтора-два года у меня пигмент сойдет на нет. Если я захочу, я сделаю еще коррекцию, и еще, и еще, и еще. Сколько стоит процедура? В районе 5000 рублей. Может быть, звучит это дорого, но на самом деле, если посчитать, моя покраска плюс оформление бровей стоит 2000 рублей. Я делаю это каждые две недели. То есть, по сути, уже за месяц у меня окупается эта процедура. Я понимаю, что не каждый человек ходит на покраску бровей, но даже если учесть все карандаши для бровей, все тени для бровей, которые вы будете наносить в течение двух лет, плюс ваше спокойствие каждый день и экономия времени, мне кажется, это очень-таки окупается, но каждый решает для себя. Появляется ли корка на бровях? Вот здесь начинается интересненькое. К этому надо быть готовым и не пугаться этого. Через несколько дней после процедуры начинает отшелушиваться верхний слой. И отшелушивается он как раз-таки вместе с пигментом, тем самым ярким, который вы видели первые вот эти несколько дней. Потому что я даже уже поверила в то, что у меня вот будут такие яркие брови. Я такая смотрю, ну ярковато, конечно. Ну мне сразу же сказали, что процентов 30 точно смоется через неделю. Как раз с шелушинками с этими, с этой корочкой этот пигмент отдойдет. Но я даже не ожидала, что настолько естественно в итоге будет смотреться. Я прям очень счастлива. Ну ладно, о моих эмоциях позже пока что про корочку. Корочки эти должны отпасть сами. Это очень важный момент. Не нужно их отковыривать. Хотя у меня есть такая маниакальная зависимость, мне кажется. Я когда вижу какую-то коросточку, вижу что-то, что отшелушивается, мне прям хочется взять пинцетик, аккуратненько подцепить и помочь отшелушиться этой штучке. Но нет, здесь ты прям вот забываешь про свои брови. Это на самом деле было непросто, потому что первые 7 дней тебе их нельзя мочить. Ты идешь в душ, и ты не трогаешь свое лицо полностью. Ты наносишь пенку для умывания и не должен трогать свои брови, чтобы не смазать эффект. Как раз таки спустя неделю после процедуры, ты идешь в ванну, хорошенько отпариваешься, смываешь все. И как мне мастер сказала, нужно буквально вот так промокнуть брови, и корочка останется на полотенце или там на бумажной салфетке. Но у меня произошло не совсем так, у меня все отпало, но не прямо при нажатии. Конечно, я вам сейчас такая все рассказываю, вам мастер должен дать специальную памятку или все хорошенечко под запись вам рассказать, потому что у меня был целый листок того, что мне делать, когда мне делать. Потому что, например, в первый день после процедуры нужно каждый час брови промакивать хлоргексидином, либо мирамистином. Есть ли противопоказания? Да, есть. Мне кажется, так как я все-таки записываю это видео, я обязана сказать, потому что мало ли кто сейчас такой возьмет и пойдет. Хотя мастер вам, конечно же, тоже обязан сказать перед процедурой, что противопоказания это вирусы, инфекции, склонность к аллергии, повышенная чувствительность, сахарный диабет, сильная угревая сыпь, акне, беременность. Ну, тут такие моменты. Беременность, период лактации является противопоказанием. Я обязана была об этом сказать, но вы знаете, что у меня сейчас как раз период лактации. И во время беременности я бы точно не рискнула делать эту процедуру, потому что там гормональный фон вообще нестабильный. Но сейчас уже такое время, Еве почти 2 года, я кормлю ее буквально только на ночь. И как мне кажется, мой гормональный фон уже намного более стабильный. Конечно, там пролактина много, потому что молоко вырабатывается. Знаете, во время беременности и лактации я столкнулась с тем, что практически все запрещено во время беременности и лактации. Просто потому, что нет опытов на беременных и на кормящих мамах, ну потому, что это не гуманно, и типа не делают такие опыты. Посмотрим, беременная съест вот это и что с ней будет. Поэтому чаще всего все препараты, все-все-все на всякий случай противопоказано во время беременности и лактации. Ну и самый долгожданный вопрос, понравился ли тебе результат? Да, да и еще раз да. Сказать, что я рада, это не сказать ничего. Потому что насколько уже легче стала моя жизнь буквально вот за эти 8 дней, конечно, я очень переживала. Помните мой опыт ламинирования бровей, когда у меня отпало полброви? Более того, моя деятельность напрямую связана с моим лицом, да, с тем, как я выгляжу. И мне было, ну, критично важно, чтобы у меня все было хорошо. Поэтому я безумно рада. Вот прямо сейчас на моих бровях нет ничего, кроме мыла для бровей. То есть достаточно просто зафиксировать брови, а можно даже этого не делать. Я даже подумываю на коррекции, месяц через три, может быть, я сделаю коррекцию, не знаю, сделать чуть-чуть поярче. Просто дело в том, что я еще недавно потонировала, и стала темнее. И мне кажется, что цвет моих волос темнее, чем цвет бровей. И, в принципе, можно бровки поярче. А можно и нет, я не знаю. Я еще думаю. Напишите ваше видение со стороны в комментариях. Вообще напишите, как вам. Давайте, чтобы как-то объективно завершить это видео, пройдемся по основным плюсам и минусам. Вот я прямо смотрела со всех сторон. Начнем с плюсов. Первое. Это безболезненно, да. То есть относительно безболезненно, потому что пигмент вводит не глубоко в верхние слои кожи. Поэтому процедура проходит достаточно комфортно. Даже для тех, у кого болевой порог достаточно низкий, ну, не настолько будет больно, что сравнимо, например, с удалением зуба. Или даже с уколом анестезии. Второе. Бережет брови. Потому что мастер не трогает ваши волоски. То есть ваши брови сами, они останутся в порядке. Наносится пигмент именно между волосками. Третье. Практично, конечно же. Потому что надо было, наверное, на первый плюс это поставить. Потому что полтора-два года тебе не надо вообще думать о своих бровях. Брови у тебя каждый день оформлены, как будто ты уже постарался с карандашиком или тенями. Четвертый плюс. Выглядит очень естественно. Опять же, сравнивая с похожими процедурами, техниками. Здесь точечное нанесение и вот именно эта растушевка позволяют добиться наиболее натурального эффекта. К тому же можно добиться подходящего цвета именно для вас, мешав несколько оттенков. Ну и в пятых, это доступно. Я считаю, что более чем, опять же, мы с вами посчитали, сколько в экономии вашего времени, средств для макияжа. Техника эта появилась не так давно, но уже стала очень популярной. И перейдем к минусам. Самое главное, наверное, это процесс заживления. Вот это неприятная достаточно штука. Ты не должен ничего планировать на ближайшие 7 дней, потому что у тебя будет, во-первых, цвет бровей очень ярким. Пока вот эта корочка как раз таки не сойдет, да. Как я уже перечисляла, с водой никаких контактов, да, никаких красящих средств. И, в принципе, брови, это как такая часть табу на твоем лице первую неделю. Ну, для меня это было вполне нормально. То есть, ты не выбиваешься все равно из колеи. И второй минус, что это все равно, знаете, процедура, когда ты такой немножечко переживаешь. Прямо сейчас решается, что будет с твоими бровями полтора-два года в следующие. Но, опять же, максимально можно избежать вот этих переживаний и избежать негативного результата, если на первом этапе, когда вы будете рисовать с мастером, когда вы будете рассказывать ему, что вам хочется, как вам хочется, вы ответственно подойдете к этому. Не бойтесь в этом быть дотошными. Это ваши брови и только вам с ними ходить полтора-два года в ближайшее время. Напишите в комментариях, как вам результат на моих бровях, как вы относитесь к этой процедуре, хотел бы кто-нибудь, может быть, сделать. Я очень рада была поделиться своим опытом. Надеюсь, что было полезно, что, возможно, какие-то мифы я развеяла. А кто-то, может быть, укоренился в своем мнении никогда не делать подобные вещи. Все мы разные, и это хорошо. Я вас, красотки, приглашаю в свой инстаграм. Там мы с вами намного чаще общаемся. Ну и до скорого, до следующего видео. Улыбайтесь чаще. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok